Стратегия Secret, разводящая макроигра с проигрыванием по фрагам, ну вот эта стратегия фида и фарма, как она сработает против действительно топовой команды? Потому что средние команды или сильные, но не самые топовые, они обыгрывают за счет своих лучших макро решений, а сейчас против них играет ЕГЭ, которые тоже так умели делать в свое время. И вот это действительно удивительно, интересно посмотреть, как же получится ли у ППП переиграть в макроигре. Вообще у обеих команд очень похожие стратегии. На протяжении турнира у них 80% их игр были мощные коры, и к ним набирались вот такие герои, типа как Винтер Виверна, Бэйн, все герои, которые перестраховывают тебя в лейте, как раз таки, что они пробивают лэкин бары. Ну да. Посмотрим, будет ли... Мы не видели слабых суппортов в исполнении Secret в лейте. Такая у Вилджинисс никогда даже не берут слабых суппортов, у них всегда очень сильные все. Там, это самое слабое, что можно увидеть у Вилджиниссс, это Виверна. А обычно это Бэйн, Андайинг. Такие парнишки. Все, притормозили пик. Походу вот на первую стадию. Ну, а так оно обычно и бывает. Ну да, дальше нужно хорошенько подумать. Банят Никса. Да, я бы на месте Вилджиниссс задумался о бане, может быть не сейчас, а позже, но задумался точно о бане Магнатавра. Это, вот, вот, Никс, против чего же это... Ну, во-первых, Мизери любят играть на этом Никсе, но наверняка какого-то сильного, зависящего от маны чувака хотят тебе. Может быть это даже инвокер, который своим торнадо сбивает Эмберу щиток. Это реально пик. Банк Магнатавра. Я-то Пэллов хочу знать. Банк Магнатавра должен куда-то уйти, потому что видели уже мою игру от секретов, как... Бестмастер еще. Когда этот Эмпауэр выстинка тебе дает быстрый фарм Эмбер Спириту, и он очень быстро играет себе косые 5-6 слотов. Это, да, дефолтная острота секретов на самом деле сейчас Эмбер Спирит и Магнатавра, они этим постоянно играют. Страховка на все случаи жизни. Тебя и не пропушить, как бы, и не запушить, и даже если у Эмбера все плохо, у него в Баттлфьюри вообще без Баттлфьюри за счет этого Эмпауэра, и в Лейте, ну, это совсем развал, потому что Магнатавра – это ауешный стан через БКБ, который еще и всех стягивает, Эмбер Спирит туда очень больно заливает, поэтому... Ну да, герои созданы, прям симбиоз. Так когда Эмбера только добавили, он был, правда, посильнее, но это не суть важно. Первые, кто там очень круто с ним играл, все команды, в частности, Альянс, это были, они использовали именно Эмбер Плупоградавра. Есть у меня такое подозрение, что могут специально отдать сейчас Магнусу ЭГ, чтобы, ну, Сикрет взяли Магнуса, и взять Скаймага. Почему? Потому что под Винтер и Виверну это отличный урон в ульте, и это Магнус, если на оффлейне, то Скаймаг его выгонит, а Магнусу, если на хардлайне ничего не дают, то это кусок. Он знает, чем заняться в игре. Он стакает, Альяс. Он все равно медленно потом получит левел, если у него на линии все плохо. Это что-то у Сикрет Магнус Бич, который просто дает импауэр. Так ты посмотри на Пик Сикретов, по-моему, они никуда не спешат. То есть медленно он получит, быстро, их это мало волнует, у них уже обаунтин, это Эмбер Спирит. Быстро они тут ничего делать не собираются. Ну а что они делают на вторую ночь, когда у БХа нет ничего, у Эмбера там тоже ничего нет? Тоже, что и во всех играх они делают. Фидят и сплитят. Ну, Фидят и сплитят, да. Фиди Гетта, мне кажется, к этому готовы и сделают возможность, там, возьмут чуть больше урона по вышкам. Купей очень сосредоточен сейчас, что-то как там, махмурился. Он обычно более расслабленный сидит. Пока действительно пахнет именно Магнусом в оффлейн, все именно так выглядит. Он показывает нам как раз битвам умов. Борьба умов у нас продолжается, да. Это реально борьба умов, а не то, что у нас. У нас это не борьба угрозов. На этом турнире тоже было пару раз не борьба умов, а другая борьба. Но это точно не про этот матч. Здесь все мозги Доты, так сказать, все знания, аккумулированные за 10 лет игры в Доту, они вбиваются в этот матч и в этот пик. И что же пикнуты Вилджиниус? Но мне кажется, они будут дополнять свой пик еще какими-то кем более-менее активными парнями. 10 лет аккумулирования своих знаний и дух Ускар и Мипа. И эту стратегию мы разрабатывали 10 лет. Наши лучшие ученые проводили эксперименты. И теперь... Мне кажется, в Сколково именно так же работают. В Сколково вообще не работает, по-моему, его закрыли уже. Свен для ЕГЭ. Это чемпионский герой. Во-первых, Артизи любит это делать. Во-вторых, суппорты они уже не сейвят. То есть там не какие-то шедоу-демоны Бэйн. Здесь Баунтихантер и Дазл. Это не соперники. А Дазл не сейвят? Ну, в некотором роде, да. Ну, в некотором роде, да. Ну, в некотором роде, да. Ну, он засейвит одного, а там ультит Виверна, и он всех с Кушом убьет. Честно, Свен мне тут не видится. А мне видится. Ну, может быть. Вот этот герой, так герой. Это для Юниверса, мальчик. Это для Юниверса. Ну, кстати, Свен еще никто не отменял все равно под это дело. Согласен. Согласен. И под Колу, и под Винтерс Кёрс. Под все. Какие же мощные пики у Илдженюса. Это мощный пик, потому что в нем есть 500 тысяч миллиардов станов. А ведь смотри, если Магнуса возьмут сейчас Сикрет, то Акса ставят просто против Магнуса, и он этого Магнуса нормально так на линии не нагибает. Ну, ты же знаешь, чем заканчивается просто постановка Магнуса против Акса, если есть Баунти Хантер. Этого Акса можно убить? Ну, там много кого можно убить, и не стоит так делать против ВХ. Против ВХ стоит играть с легкой, со своей, и грамотно отсейвливать свою легкую мидл, иначе начинается вот это. По-моему, Пупе только этого и ждет, что кто-нибудь поставит Магнуса против Акса. Он говорит, сейчас я их по карте переверну. Вот-вот. Нет, это все-таки Тускар, а не Магнус. Ну, не знаю. Мне кажется, вот Магнус выглядел как герой, который может поправить ситуацию, а Тускар нет. Ну, против Венбера еще какой-то станчик на самом деле можно взять, не обламываться. Ну, вот Свенчик ты заехал под Лего. Свен неплох. Тускар берет всех в толпу, либо Акс нарычит на них всех, либо Свен застанет всех, либо Винтер-Виверна сделает Винтер-Скерс. Вообще, кстати, говорят, Тускар... Что здесь Тускар делает? Да, против Винтер-Виверна как-то не очень работает. Так и против Акса та же самая история, и против Сверки. Ну, если кататься, то только в Соляндру. По карте? Ну, по драке. Ну, и по карте тоже. Ты знаешь, Свен, Свен, мне какой-то больше Бонфлетчер здесь видится для Фира. Ой, для Артизи, точнее, Фира. Все хочу, чтобы Фир на кэрри покатал. Тоже не плох, но просто тот Бонфлетчер тоже. Но просто тот Бонфлетчер, я знаю. Бегать за Экеншфирр это просто по карте, чтобы он не сплет пушит. При этом Бонфлетчер сопоцветил, и все. И Кринс уже не такой опасный. Очень активный пик у ЭГ. У них сейчас из разряда Найт Сталкер по карте бегает, Верка бегает. Им нужен урон по вышке. Им нужен просто физ какой-то урон и по вышке, чтобы было. Просто активного, ну, как по мне, такого тоже кэрри, но который может перемещаться быстро по карте. Рейнжовый желательно, потому что милишников уже хватает. Нужен урон по зданию. Ну, или с Блинсом, какой-то. Нужно, кстати, Квин оф Пейн не вбан. Иначе будут очень долго сейвить хайграунд Секрета своим мемберам. Это будет Квин оф Пейн. А, ну да, мы же забыли, что Самоил. Тут же стягивают, стягивают, стягивают. Да, вот, Виверна плюс Тимберсоу вот этот вот. Достаточно ли дэмэджа у Evil Genius? Очень много дэмэджа у Evil Genius. По крайней мере. Кстати, Верка есть. Акс, он тоже как бы физически дэмэдж наносит. Ты знаешь? Да, и здесь кажется, да, он совершенно полезный. Ты знаешь, Магнатаур все равно неплох. Теперь в мид. Ну, потому что... Ну, потому что он все равно неплох, да. Потому что пик ты уже проиграл, а РП может сюда решить ситуацию. Ну, и так тоже. И тут надо в лейт и Секретом в любом случае уходить. С их пиком вообще какие драки, а какой разговор может быть? Там просто нюнюков нету тупо. На 15-й минуте нужно просто сейвиться, кидать из-под тверов и что-то пытаться разводить. И надеяться, что да, какой-то Магнус даст РП и там Энви всех зарежет с Дэйдаусом. Но Магнус попытается откинуть волну на Кребов. Тут тебя 10 тысяч способов бы поймать этого Магнуса и убить сразу. Ну, тогда Кота вам нужен. Кто еще может? Ну, они уже взяли Кота Баунти Хантера в первой стадии и даст. Я хочу какого-то, чтобы Оу-у-у прям было. Ну, тот Оу не получится, потому что... Оу не получится, потому что... Тут нужен, да, сильный, стабильный. Ну, я только Магнусу вижу, как может исправить здесь ситуацию. Был бы это... Нет, это Оу. Был бы это Ариси сейчас. На... Так вот, я тоже по... Срочный сват. Срочный сват. Против... Похож, да, на то. По крайней мере, я думаю, что конкретно за этой Дотой соберется подоблюдать огромное количество человек. Просто потому что, действительно, когда ты наблюдаешь за игрой таких коллективов, то ты понимаешь, что игра намного сложнее, чем она кажется на первый взгляд. Когда играют команды вот эти, типа, чуть пониже рангом, пики одинаковые, стиль игры одинаковый, вот в Virtus.proda, стиль игры одинаковый. Похожи друг на друга. Здесь играют абсолютно неординарные... Вносят инновации в эту игру. Хоум или Ноутейла, но это не так. Нет, 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 нет. Возможно, у Ноутейла появится шанс доказать обратное. Но это мы узнаем уже попозже. Ну, а сейчас мы начинаем с вами смотреть самую захайпированную игру столетия. Ладно, не столетие, наверное, со времени TI5. Однозначно самый крутой матч. Сикрет против Evil Geniuses. Пупей на Дазле Виха. На Магнусе Мизери. На Тусике, ну и уже в чужом лесу. Энви на Эмбер Спирити и Пайлай Дай на Баунти Хантере. Да, ну и команда ЕГЭ на своей легкой линии у нас обосновался Timber Soul от Сумаила. Далее в Миде на Холмике Артизи, Виндрейнджер, Питер Даггер, он же PPD, Виндтер Виверна, Фи на Найт Сталкере и Юниверс на Аксе, с вот этой новой мантией, с этим плащом. Так это то, что вчера вышло, да? Да, 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 то, что с Интрешнл. Так может быть поэтому и взяли его? Да, говорит, чувак, там новая шмотка вышла, надо потестить. Там Горелка вроде прикольно работает. Они такие, типа, Юниверс, мы же против Сикрет играть. Да пофиг, Горелка новая, лол, чувак. Возьми мне, пожалуйста, Акса. Такая, окей, берем Акса. В любом случае, очень интересные пики от одних и от вторых. Ну, мне эти команды этим и нравятся, то, что они учитывают всех героев, которые есть в пуле игры под названием Дота 2. И то, что ты можешь увидеть Акса, ты можешь увидеть еще что-то необычное, какие-то котлы могут появляться, которыми никто больше не играет. В лес. Да, в лес. Ну, просто потому, что они знают, что нужно делать с этими героями. Они прорабатывали различные стратегии игры с этими персонажами. Это действительно интересно наблюдать. Ну, что ж, вышли у нас скрипчики. Идет первая встреча. И мы видим то, что на топе у нас уже Доблана Трипл. Но, честно говоря, Юниверситут может быть забрать и так уж и просто. Если он еще пару раз крутанется, он просто не крутится. Ну, вот разочек. Да, но опять-таки не особо хорошо продамажило шедовоевом от Дазла. Если бы немножко побольше дэмэджа получил там с Хилла Дазла, может быть, и подпросил бы еще посерьезнее. Но под Кьером, понятно, тяжело. Вообще такая интересная Добла вырисовывается. Night Stalker Axe. Прям даже не знаю, что сказать. Слушай, а Сикрет и ЕГЭ в этих составах уже играли друг с другом? По-моему, нет. Или играли? Я думаю, играли где-то по-любому. Но они могли играть только на двух турнирах. Это могло быть MLG, либо ESL New York. Не верно, но так подтянулось. Мизери, очень больно Мизери. Пупей, Пупей, есть хилл. Нет Грейва, но не надо пока езать ни хилл, ничего остального, ничего другого. Потому что Мизери нет добивания. Ну, я вообще думал, что Фир попытается как-то оббежать Мизери изначально. Но ой-ой-ой, какой же мощный-то дэмэдж получает Юниверс. Одна хилка Дазла и минус 3 тхп. Акса слетает. Ну, потому что у него единица армора, урон физический. И поэтому Акс действительно сильно страдает. Да, но за счет того, что немножечко здесь на линии потерпел Мизери, Баунти Хантер, мы идем, отбежал второй дэвел почти. Баунти Хантер может выбежать сюда на PPD. И второй дэвел уже у PPD. Есть у него Колден Брейс. Ну, точнее, будет Колден Брейс сейчас качать. Он не будет качать сейчас ничего, я почти уверен. Да, либо нападать, либо обороняться. И там уже будет понятно, что больше пригодится. Это тоже отличительная черта, скажем, игроков. Ну, не игроков. Игроков и героев. Да, да, да. То есть Верна, она оборонительно-наступательный герой. Можно как первый, так второй с ней весьма качественно делать. Ну, вот и Фир с дабл дэмэджем прибегает на линию. И Мизери уже должен понимать, что пора отсюда сваливать. Потому что можно просто сейчас просесть. У Мизери есть шар, но куда вкатываться? Да, Мизери тут от двух ударов просто теряет почти половину хп. Очень-очень неприятно это, конечно. Да, если бы у Верны был какой-нибудь Arctic Burn, можно было и умереть. Но тиммейт рядом, так что, в принципе, не переживает. Он, мы видим, Пайлайдай один раз Фир ударил. Фир с этим ДД просто очень опасен. Хоть и первый левел, но бьет больно. Интересно поиграть, точнее поиграть. Посмотреть, как будет Виха против Артизи стоять в миде. Пока мы видим Виха, еще одну плюху получает. И еще один выстрел, но в отлом отбивается Артизи. Не добегает. Близок был здесь Артизи, чтобы убить, собственно, Магнуса. Но Виха вовремя уехал и чуть-чуть не хотел. Стоило ли идти до конца Артизи? Нет, он без тапка закончился бы виндран и, скорее всего, просто ушел бы Магнус. Еще дэмэджи бы наполучал там Артизи. На развороте ему шоквейв какой-то схватить. Ничем хорошим это все не закончилось для Артура. Так что решение правильное. Но он прогоняет Виху и линию он выигрывает. Пока мы видим просто в салат. 19-5 у Артура. Ну, это серьезно. Да, но у Магнуса с экспой проблем пока тут быть не должно. Хотя на уровень он отстает от ВРки. Ну, просто потому, что только что его отсюда выгнали. Но он сейчас возвращается в ловы и может сам попробовать быкануть. Может сам как-то вкатиться. Еще там шоквейв попробовать дать. Так, фира. Отрезали, но не особо-то отрезали на топе. Ну, вот кого-кого, а сталкера здесь убирать вообще занятие неблагодарное. Потому что если Акса хотя бы пробивает Хилка Дазла, потому что там 2 единицы брони, то вот у сталкера уже 5. И он уже чуть более жирный. А хп у них с Аксом, ну, примерно одинаковое количество. Ну, вообще получается, какая ситуация? Ситуация такова, что Акс здесь фармит. У Мизери принт. А хотя Мизери-то не особо-то отстает. Но два хрипа, это, вы сами понимаете, это абсолютно фигня. Считать какой-то разницы не стоит. Ну, 100 купей получает экспу, 100 купей уже 5-4 там критстат. У купей тоже 3-й левел. Так что, в принципе, здесь довольно неплохо все получается. А вот в мид пришел. У Пайлайдай просветка, Пайлайдай цепляет его проблемы огромные. У Пайлайдая, Пайлайдай, Пайлайдай живет по врагу, Пайлайдай, Пайлайдай на ладной. Только сейчас погибает он архивный. Слушай, там еще Вифу могут пытаться забрать. Отлично, Вифа увозит Фира. Фир, правда, жирноватый товарищ. Тут еще ахтурка залетает по Тауэр. Питер Даггер будет умирать. Да, только хотел сказать, вот эта плюха от Тауэра. Стала фатальной для B2B. Да, 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 безусловно. Вифа тоже это понял прекрасно. И сразу на разворотике-то третьего уровня шокуэйф отбросил. Плюс еще забирает руну на нижнем споте. И у Магнуса все очень хорошо, я бы хотел сказать. Даже несмотря на то, что он проигрывает по Крипстату. На Творцу там 500 голды. Это не так критично. Ну, это много. Это как бы много. Да, он забрал фраг. Ну, Артур забрал ФБ. Ну, и Крипстат 26 на 6. То есть, в принципе, Артур стоит довольно качественно линию. Ну, хотя Магнус, конечно, выносит максимум, который можно вывести из линии с ВРК. При том, что тебя еще и гангают. Причем постоянно. Бежал Фир гангать, получил шок в лицо, передумал сразу. Да, передумал сразу гангать. Четверковая ночь какая-то, Фир. Тут у нас Сумаил сейчас на нижней линии. Он подтягивается. Его вообще нереально убить. Его нет смысла даже харасить, по-моему, здесь. Вообще не знаю, что они с ним собираются делать дальше. Но, по крайней мере, от ближайших минут 10 я вообще не понимаю. А там Магнус на хосте бежит. Вот что с ним собираются делать. Вот так, да. Подрезать. Сейчас потратил. Хорошо улетел. Полетел Чакра. Магнус. Сумаил обратно сюда. Шейклз. Сумаил. Минут. И Вихр. Проблема у него в Вирту. Он же добивает второй. Минус делает ЕГ. Как же хорошо все вышло. У команды Evil Genius. И Сэнди в шоке, убегает отсюда. Но вот так его не ждали секреты. Ну, знаешь, мне кажется, увидела немного наивная попытка. После того, как Магнус спалился уже с этой хостой, бегущей на нижнюю линию. Там прошло секунд 10, наверное, прежде чем уже критическое положение по хп было у Сумаила. Поэтому такая команда, как ЕГ за эти 10 секунд могла еще пойти, я не знаю, позавтракать. И прийти на помощь своему тиммейту. Ну, так и получилось. В итоге 3-1. Да, в итоге 3-1 и Сумаил, на которого напали. Он мало того, что выживает, он еще и делает фраг. В инвиз там он бросился с Чекрамом. Он понимал, что Пайлайдай, ну, где-то рядом. Ну, и Сумаил, Аркан, Тапк, есть Манга, есть 7-й левел, есть. И все очень хорошо у Сумаила сейчас. Ну, так и ЕГ. Не оставляют они своих в беде. И моментальная перетяжка от Виндрейнджер. Ну, и, собственно, ответочка просто очень-очень крутая. Первая вылазка от Магнуса с РП не сработала. Сработала. Ну, без РП, правда? Да, без РП, без РП. Не давал? А если бы дал, ну, ничего бы не поменялось, наверное. Ну, собственно говоря, все замечательно пока у ЕГ. Но у Сикрит есть тот самый Эмбер Магнус, которым они очень хорошо умеют исполнять. И не забываем то, что последних пары турниров Сикрит с таким Номбер Спиритом очень много наиграли, очень много навыигрывали. Ну, Нан Янг. Нан Янг против Вичи. Финал Виндроу. Потом Нан Янг против Вичи. Грандфинал. Да, да, было дело. И на MLG. Ну, собственно, действительно, да, напомнил нам. Да и здесь уже вроде успели. Да, и здесь успели. Что ЕГ действительно с Сикритами играли на MLG. В этом патче. На успешном, на чемпионском для Сикритов MLG. Там как раз-таки в финале они встречались, если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться, просто я тот турнир не комментировал, его в соляного Витя комментировал. Ну, Витя у нас просто атлант. Монстр. Комментирование. Так, где экшон? Экшон закончился просто потому, что Верка очень-очень... Хотел сказать, потеряла темп, но нет. Артизи все замечательно, у Артизи фейзы есть. У него там 3600 нетворса, топовый нетворс, причем с неплохим отрывом. Ну и что, пойдет дальше нагнетать, походу? Ну, может быть. Вкачал горелку в Юниверс, будет смотреть сейчас, как она работает. Интересно. Смотри, 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 смотри. А, тут горелка другая, что ли? Да, да, да. Вот смотри, бам. И такой типа шлем, и течет с него. Ну, такая себе, ничего себе. Ну, нет, да, не супершедеврально. Так у нас тут кого-то убивают? Нет. Нет, никого не убивает, просто от Тоби тут хайпешник наводит постоянно. Ну, это ж Тоби, ему надо наводить хайпешник. Работа такая. Питер Даггер снизу, проседает, больно Питеру дает. Ну, Пайлайда, пока маленький левел, поэтому, понятное дело, пробить не может. Левел 5. Ну, 5-й, так же у ППД. Ну, что тут убивать Петю-то Клинкова. Петя, Петя, ну, не в самом лучшем месте спрятался в колденбрейс. Пытается он улететь, ничего у него абсолютно нету. Ну, и это просто халявный фраг для секретов. Ошибка ППД, да. Серьезная ошибка ППД, надо было ему залететь под Тауэр, только там прятаться. Пайлайда еще быкует на Фера, понимая, что в любом случае есть у него инвиз. И уйдет он в этот самый инвиз, если что был рядом Даззл с Грейвом, с Хилом, так что не проблема. А вот у Фера могут быть проблемы, вкатились. Шаром, проблемы. Балрус Пань подрезал Пайлайдай, и это почти 6-й левел у Пайлайдая. И это 2 подряд фрага от команды секретов. Ну, вот, да, небольшая ошибочка, а как раз против Баунти Хантера, против секретовского Баунти Хантера, так делать вообще нельзя. Потому что мы видим до 10 минуты, фактически 9 ровно получает Баунти Хантер свой уровень 6. И сейчас каждый такой фраг, он, конечно, будет еще больше быть по экономике. Да, это будут маны, маны, маны. И серьезные такие маны будут, поэтому надо быть осторожнее. Сейчас, да, ЕГЭ, но тем, как себя вести вообще на линиях, чтобы Виверна нигде сейчас не гуляла одна, потому что в любой момент сейчас может прилететь какой-то условно Эмбер Спирит, и, ну, там, на какую-то Римна-то, да, недалеко, допустим, оставшуюся, и попытаться развалить. Либо там какой-то Баунти Хантер с Магнусом, либо с Тусиком. Экшен секрет сейчас могут наводить, причем экшен локальный, точечные вот эти удары. Два по три героя. Ну, и смотрим. Вот, опять очередная встреча. Ну, Артур первым должен был... А, вот, да, видит Артура. Так, и что дальше? Дает инфу, отходит спокойненько отсюда секрет, и Пупей побежал, потому что левел Пупей, ну, и отходит отсюда понемножку мизери. На топе свой фарм получает Энви сейчас. Да, пришел против него, опять-таки, стоит Сумаил. Сумаил 66 на 17. И Сумаил просто пока, ну, какой-то заоблачный. У него Крипстат. Вообще, хотел бы я отметить появление этого героя у ЕГЭ. Да, мы его видим на этом турнире уже, по-моему, в третий раз. И, наверное, единственная команда в мире, которая играет с этим героем на мид-слэш-кэрри роли, а не в оффлейне, да, как иногда там Вичи Гейминг исполняли. И получается, насколько круто, вот насколько хорошо ЕГЭ подготовились, получается, к этому турниру, что вот с этим героем, ну, явно никто его не ждал. Ну, знаешь, мне кажется, что в неком смысле персонаж заменил, как бы это глупо ни показалось, Пака. Потому что косты точно такие же АОЕшные мощные, только с разницей в том, что чистый урон и дэмэдж в итоге получается больше. Плюс против Сранжевиков первый спел намного эффективней. А Пак как раз именно по этой причине ушел из меты, просто потому что все стали слишком жирные, слишком майнсерские и очень тяжело этому персонажу... Ну да, за Ульпака никого сейчас не убить. Да, плюс появление одного БКБ фактически вообще ставит крест на этом персонаже, а Тимбер, он и перебирает это БКБ намного эффективней, да и, в принципе, берется не так плохо. Ну, отключилась сейчас раскладка по лвлам, и мы видим, что по лвлам топ-3 лвла на карте на данный момент принадлежит команде Evil Geniuses, но и Bottom 2 тоже принадлежит как раз американскому коллективу. Снизу может быть какой-то экшен, здесь забежал Тусик, но Артур говорит, нет, братан, ты сюда не пойдешь. Ну, кстати, есть поинт-бустер у Артура, точно такой же поинт-бустер есть уже... А, извините, там не поинт-бустер, там уже со-бустер у Сумаила. Да, он очень быстро фармит, невероятно быстро, и вот эти 1322 здоровья не так уж легко забрать, так, но у нас Энве продолжает тоже фармить. Вообще, Сикрет, я думаю, никуда особо спешить не будут, будут просто бегать по Лайдай, просто кого-то подсвечивать, возможно, делать какие-то, опять же, локальные фраги, но дальше дело вряд ли пойдет, потому что там Эмбер, Магнус, им нет смысла сейчас лезть на рожон. То есть план Сикрет должен быть именно в выходе в какой-то полу-лейт или в лвлам? Вообще, и чем дальше, тем лучше, потому что герои у них намного лучше в этом самом Супер Лейте. Ну да, посмотрим. Артизи тем временем мы видим на ВР-очке, имеет тысячу голды, это уже после фейзов, после поинт-бустера, ну талисмана, понемножечку он выйдет в свой Аганим. Рано или поздно? Скорее, рано, чем поздно, и понятное дело, что выйдет в него. Ну, 12 минут игры пока прошло, и пока все смотрится ему очень интересно и абсолютно непонятно, у кого вообще здесь преимущество. Если, кстати, графики можно посмотреть, опять-таки, мы можем-то показать, у кого есть преимущество, если она вообще. Тысяча сто голды ЕГЭ ведут, ну и семьсот Икспы ведут опять-таки ЕГЭ. Ну, вообще, они начали намного увереннее, чем Сикрет за счет Лейнинга. Ну, вот пара фрагов, и, видим, немножко зажали сейчас Evil Geniuses, понимая то, что их там Маунтихантер может где-то искать, и видим, что они со своей территории вообще никуда не деваются, даже по своим лесам перемещаются более-менее аккуратно. Ну, там только Артизи позволяет себе куда-то выходить. Но вот он, блингдаггер на Аксе, а вот у ЕГЭ сейчас миссия абсолютно противоположная, то есть им нужно драться чем больше, тем лучше, причем желательно неожиданно. Вот за счет того, что у вас есть там Акс ВР, просто влетает какой-то бёрст с Тимбером, убили быстро пару ребят, и... Влетели на Тимбера, ой-ой-ой, проблема огромная Сумаила, просто как же неудачно здесь все получилось. Сумаила убили, висит Сигил, Пайлайдай, понимаешь, что за ним Фир не пойдет, Фир симулирует то, что он слаб, просто для того, чтобы Пайлайдай никуда не убежала. И вот он, первый фраг от Юниверса, так же можно пытаться сейчас убивать. И еще и Этернал Энви, еще буквально несколько ударов проживает он Стики, Сайленс вот-вот закончится, будет ли еще какой-то подконтроль? Нет, нет, ничего. Да ладно, куда? Близко, 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 и останавливают все-таки Юниверс, а, кстати, он умирает, лоу. Артизи, Фир будет догонять Энви, не видно, здесь Энви, Энви пытается улететь, Фир, и не цепанули здесь Энви, ну нифига себе. Да, на таких долях, конечно, разрулили эту ситуацию Сикрет. Ну и все, закончилось-то просто шикарно для них, они убивают Сумаила, и, собственно, теряют только Баунти Хантера, но делают фраг под треком, и вы посмотрите, сколько денег зарабатывает здесь Сикреты. 1300 XP и 1300 голды в плюс Сикрета, они сразу же одним махом выходят вперед за счет вот этих треков, и как-то слишком быстро погиб Сумаил. Да, ну, в первую очередь, хотелось бы отметить то, что, действительно, для Сикрета сейчас очень классно прошел вообще этот момент с первого выхода Акса с блинком, потому что можно было бы стрелять намного сильнее, отделались фрагом на несчастном Баунти Хантере, так что, ну, Сикреты теперь готовы. Они теперь знают, что у Акса есть блинк, что теперь нужно быть немножко поосторожней, но вот нам подсказывают то, что Пайлайдай второй Баунти Хантер на этом турнире, получив 6 уровень для 10. Буквально вчера или позавчера кто-то был, кто получил вообще еще раньше, как-то, что на восьмой минуте. Ну, это очень быстро, это прям нереально быстро, то есть, учитывая то, что герой вообще почти ничего не делает, в основном где-то роумит, то такие быстрые 6 уровни, ну, просто феноменальные показатели. При счете 4-5 у него 2-3-2, как бы, статус, такой веселый Баунти Хантер, который участвует везде и не только дохнет, как оружие игрек, скажем, например. Оружие игрек. Оружие игрек. Здравствуйте, молодой человек. Глядем вам привет. Без вас скучно здесь. Отбирайтесь, пожалуйста, на следующий мейджер. Первый был Z-Talk, да, первый был Z-Talk, да, первый был Z-Talk, действительно, в той самой игре, против Newbie. Мы помним это. Тут, кажется, нашли PayLayDai. Да, PayLayDai, к сожалению, закончился PayLayDai. Ну вот, и начинает ожиловить PayLayDai, а надо понимать, что PayLayDai где-то всегда ромит, где-то всегда вот у тебя под ногами, если ты чувствуешь, что твой герой немножко залагал, фразу Z-Talk, братан, потому что... Я думаю, вы все видели видео, как Виха в одной из игр на VR-ке у него вот здесь, вот на вот этом. О, боже, он такой задрот, я вообще, я просто... Вот эти иллюзии стояли на... Охренел от этого с этого момента. Да, это просто фактика, где у него стояла иллюзия на райпойнте, просто бегала туда-назад, и она два раза заткнулась, просто два раза заткнулась, и понял Виха, что, скорее всего, здесь в смоке идет панк, и поэтому иллюзия споткнулась у кого-то в смоке, и, собственно, сразу начал маяковать, давать инфу своей команде, что вот там идет смоке. Ну, это было очень жестко, это был очень такой задротский действительно момент. Причем некоторые люди мне пытались объяснить из профессиональных игроков, уже не играющих на этом турнире, я не буду называть имена, что, в принципе, это стандарт. Ну да! Я вот смотрю, например, в ВП играют, и смотрю, или дан иллюзию свою так вводят, вот-вот, и смоки палят. Да-да, каждый раз. Ну, типа того, да, то есть, ну, в смысле, стандарт. Фишечка. Да, действительно, фишечка, такие вещи замечаются очень редко, да, я знаю, что Лил очень часто вот замечает такие вещи, которые мало кто замечает. Вот-вот, просто потому что очень-очень много играют, очень много стараются в микромоментах найти несоответствий, это действительно очень-очень круто. Вот, это именно задротские фишки. То есть, это не просто человек, который там, ну, образно сидит, ничего не делает, поигрывает пару каток в день. Ну, чтобы люди понимали, потому что у нас могут немного обещаться задротские с хорошей точки зрения. Да, конечно, конечно. Задротские, это значит просто, что человек, ну, пытается вникнуть до мельчайших подробностей в то, чем он занимается, отдает себя всего этому делу. И вот как раз Лил к этой категории относятся, Виха, там, Сумаил, Артизи, они очень-очень-очень активно играют. Ну, я не говорю про остальные, конечно, там тоже ребята стараются. Но именно вот про тех ребят, которых мы отмечаем чаще всего. Именно по этим микромоментам. Так, ну что же, Мизери, кстати, на тусике. Мы вообще не обращали пока особо внимания на него, но у него, в принципе, все очень хорошо. У него есть уже контакт, есть у него Меканзем. Скоро будет выходить понемножечку в Даггер. У Юниверса Даггер, понятное дело, уже есть. Он выходит понемножечку в Форстаф. Игра успокоилась. 5-5 на 18-й минуте. Ребят, именно это мы от этой игры ждали. Это то, что ты ждешь обычно от гранд-финала. Никакого лютейшего убер-экшена. Ну, в первые минуты матча ты видеть не будешь. Так, Пайлайдай. Тут же Вард видит Пайлайдая. Будет ли курса в него. Там мига поймали. Поймали Артизи. Да, и Артизи убили в миде, а здесь убили Пайлайдая. Хороший размен, я думаю, да? Ну, вообще, да. Для ребят из Сикрета действительно неплохой размен. Что убивает Артура и так далее. Ну вот, ЕГЭ не стоит сильно затягивать. То есть, не, конечно, ЕГЭ и как раз вот такие команды топа уровня, они понимают, что если у нас, допустим, не хватает лейтовых персонажей, мы можем добирать это все способностями на контроль и артефактами на контроль. Поэтому ни ЕГЭ, ни Сикрета не стесняются. Большого количества Хиксов, Алибард, Гастов, Форстафов. Еще чуть-нибудь такого, что может заткнуть твоего противника на некоторое время. Так что я почти уверен, что ЕГЭ и с таким пиком смогут подраться в лейте, но будет тяжелее. Ну и то же самое про Сикрета, да? Как бы фокусить Сумаила-то не особо есть чем задержать его, имеется в виду, на месте, да? Кроме там Сиринг Чейнста и ульта Магнуса ничего нету. Но я уверен, что Баунти Хантер выйдет во что-то такое. Я уверен, что Тусик скоро будет с Даггером, Тусик скоро будет с Валрус Панчем в лицо прямо Сумаилу. И этого уже, в принципе, теоретически может даже хватать, чтобы остановить этого Тимбера, не говоря уже там про ВР-ку. Так что и у Сикрета, и у ЕГЭ, ну блин, мы время матчей из лучших команд. Да, исполнение тут будет, мне кажется, решать больше всего. Потому что тут пока кто на кого нападет, кто более правильных кнопок не нажмет, тот и победит. То есть нет заговорочных там лидеров. Ну, появляется еще и Юл у Тимбера. То есть он собрался совсем долго жить, собрался сбрасывать с себя треки Баунти Хантера. Ну, в общем, интересное приобретение. Да, ну и тем временем Энви понемножечку выходит все-таки в свой Баттлфьюри. Все очень правильно делает Энви. У него появился довольно ранний Баттлтрелл. И опять Пайлайдая поймали. И опять Пайлайдая в миде убивает Слэмданг в голову от Юниверса. Да, причем Пайлайдаю таким образом дают понять, что даже на своей половине он не может себя чувствовать в безопасности. Поэтому сиди у себя под фонтаном, чувак. Смотрю, вот я на вот эту Сентрю, он вот так вот зашел на нее. Просто вот здесь вот он. Ну, этого достаточно. Тебя увидели, тебя забрали. Там Акс Агрид, там Верка может связать. Ну и Виверна, если что, застопитесь, будешь убегать. Да, но Винтерскверс тратить на него не особо хотят. Но в любом случае могут. Да, если сильно захочется, то могут. Если посчитают необходимым потратить такой важный ульт. Да, Артур с Аганимом. У нас кто-то наглеет Сумаил. Слишком далеко так влетает. Он понимает, что у него есть тиммейты. Сумаила есть уже Юл. У Сумаила есть Бладстол. Сумаил чувствует себя неплохо. Топ-1 на Тлофф. Вот сейчас будут убивать Микнусом. Да, его нашли. Его нашли. Его видят Акс. Должен уезжать, Виха. А он уже уезжал. Он уже уезжал. Ай, тут Артизи. Как больно. Есть уже Аганим с Лаймданг от Юниверса. Неприятно для Вихи. И вот этот момент жутко неприятный. Потому что Тавр в миде отдали. Забрали Виху. И Тавр на топе заберут. Егэ здесь зарабатывают очень много денег. Ну вот. Наши аналитики отмечали то, что Егэ могут просто начинать пушить. В смысле драться именно. Драться и пушить, а не просто давить вышки. И таким образом... О, какой Шейков! Винду Артур по Пупеину. Тут Пайлайдай. Хорошо. Это ну что это за чит такой? Ну как так вообще? Не, вообще хорошо. Да, связал. Так вот. И Сикретом придется просто отбрасываться где-то из-за Тавров. И терпеть. Терпеть до тех пор, пока Эмбер не станет совсем-совсем сильным. И в этом огромная слабость Кананды Сикрет. Потому что без своего сильного Эмбера, хорошего уровня Магнуса, они не могут драться вообще. Как бы Даззл урона не наносит совсем. Туск посредственный. Баунти Хантер тоже так себе. Если, конечно, там не будет 5 треков и Сюрикен по Питерэм, то урона он выдает действительно не мало. В этом турнире такие вещи, когда Сюрикен просто летал так, что... Ну да, были-были такие моменты, но это чаще исключение правила. 8-6. Две минуты игры за нами. По-прежнему спокойно действует дикт. ЕГЭ сделали несколько вылазок. Получились они удачными. Ну и, собственно, на данный момент я бы сказал, что ЕГЭ немножечко впереди. Аркизи его не будут убивать сейчас. И будут его забирать. Тратит он еще и пауэршот. Ваг вкатывается на него с шаром. Туск. Жим. Да ладно, еще и связал. Жив, 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 живи, 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 живи. Должен умереть. Где Виверна, почему так долго? Должен умереть. Почему так долго? ТП от Питера Даггера сюда, колдин, если выжил бы. Может он то ли до базы не движал, то ли... Только на ней очутил. Забил на Артура, тут два варианта. Может просто забил на него, говорится. Артурка, сорян. Да, ну, такое, что сразу Арту дает инфу, там, типа, ребят, не выживу. Потом дает Шекел и понимает, что реально может выжить, но уже поздно, да. Да, и уже нет смысла потерять. Ну, там все равно, его даже в Колден Брейсе, я думаю, бы затыкали, конечно. Может быть, капал петим временем. Энви, Энви, Энви в Энвизе. Ну, уже нет, и ловит Сайлент сразу же. Ну, какая Энви. Идет сюда еще Ви... И... Питер Даггер. Красавчик Питер Даггер, проблемы у Вихи. Виха, Виха все еще с РП. Вкатывается Мизери, Мизери в ППД. Тут же Пупея, Фир побежал до конца за Виха, дает на него Сайлентс. Уходит отсюда. Универс докатывается на Форстафье, агрит Пупея сразу же идет. Ну, куда ты спрячешься? Куда ты спрячешься в свой Грейв-то? Ну, Питер Даггер, Мизери пытается уйти. У него есть блин, поймать здесь будет Тусяка очень тяжело. Запрятался за деревом, ну и неужели будет искать дальше Сумаила. Все деревья там, что ли, покрошит там. Да, классное получилось в течение обстоятельств, что ППД пытался подконтролить немного Энви, чтобы тот не ушел в Ремнант. И ровно в этот же момент летает Магнус. И вместо РП начинает избивать своего Жембера. Да, в итоге Энви не совсем понятно, почему он... Почему он решил внезапно побить Крипов, зная, что здесь два человека, может быть, был уверен, что улетит. Может быть, был уверен, что ничего ему тут не произойдет. Но в итоге погибает Энви. В 24-й минуте появляется БФ. Это, ну, вы сами понимаете, что это даже близко не тайминговый БФ. После тревелор, то с оберега это форма. После тревелор, то с оберега это форма. После тревелор, то с оберега это форма. Но все равно, ну, ничего особенного с супертаймингом это не имеет. Короче, я тебе говорю, что, так, во-первых, у нас тут Сумаила пытаются убивать. Хватит ли контроля. Да, и вот Валрус панчат, увозят, он не достает до дерева. Сейчас будет еще одна, сейчас будет еще одна, сейчас будет еще одна. А почему не заденайлся? А черт его знает. И еще и Пепеди встреет, он по трекам. Разбрасывает сплинтер-бластом, его выталкивает Юниверс. А это далеко уже, это далеко уже Мизери. Шоквейв Питера, Даггера не добили. Юниверс вытягивает от себя Мизери. Бутли хелпа какая-то. Юниверс, хороший шекл. И такая вот драка не совсем понятная. Непонятно, кто вообще нападает в этой драке. Юниверс опять пытается его отрезать. Энви до конца. Слушай, там Виверна погибла. А, Питер Даггер умер. Вол. И Юниверс уже умер. И идет сюда ТП. Сумаил прилетело, что с*** сделать? А, слушай, а оба умерли под треками? Ну да, 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 да. Там все под треками. Мама дорогая, сколько денег заработать? Ну, 867 лды для Эмбера. Это очень неприятно, потому что только что вот он купил себе Баттлфьюри. И, как там ты говорил, тайминги плохие. Ну, тайминги средние, а сейчас они уже очень даже хорошие. Потому что 1800 у него на руках после БФ. Да, да, вот эти фраги, конечно, они дали себе знать. Опять-таки, почему Питер Даггер сразу же побежал просто очень быстро на базу? Я не понимаю. В итоге умер он от Щурикена, который полетел по людям, которые стоят. Ну, там 1200 рейнджа. Там очень тяжело ввести позиционку. То есть, если ты хочешь как-то еще кинуть обилочку любую свою, то ты по-любому под него пойдешь. 1200 это очень много. А Питер Даггер как раз, видимо, и хотел еще там то ли Колден Брейс накинуть, то ли какой-нибудь Сплинтер Бласт лишний. Но был за это наказан. Был наказан? Блинк у Пайлай Дайя появляется. Появляется Блинк также у Эмбера. И все прям очень хорошо. Видим, что пять раз играл Пупейна Дазли против Акса. А, и три из этих пяти игр выиграл. Но играл он не против и универса на Аксе. Мы сами понимаем, что Дазл против Акса, в принципе, это абсолютно бесполезный кусок. По сути своей. Но Дазл, в принципе, это не бесполезный кусок. А тут почти все. Ну, вернее, у ЕГЭ еще есть шанс. Но теперь у ЕГЭ есть шанс, а не у Сигрид. У Сигрид очень плотно перехватывает инициативу. Вот этот Эмбер Спирит под Эмпауэром с 200 атаки и почти там 100% сплэшом, это нечто. Тем более, что будет постоянный вижен. Есть контроль, есть тусик, есть хил. Да, я согласен, ЕГЭ надо где-то вот в ближайшее время попытаться как-то еще навязать драку, навязать свои условия игры. Да, всегда можно рассчитывать на то, что всех словит как-то Сумаил и Артизи всех расстреляет. Но, скажем честно, это маловероятно. Это очень маловероятно. Против Эмбера будет очень как сложно драться. Да, всегда есть Виверна. Всегда можно цепануть как-то. Да, можно с нее начинать, конечно, но что делать потом? Потом, если вы начинаете убивать Магнус, точнее Эмбера, на вас просто бегает Магнус вам на голову и стекает в РП. Так, здесь Артур пытался поймать. Тут же Парадай цепляет Питера Даггера. Закрыли его, его не видно. Да, полетел Эмбер и связывает Сумаила. Сумаил тут же поднимает себя Витрапу. Писает с стороной Сумаила. Сумаил, дерево нужно ему. И влетает в него Мизери, подбрасывает. Говорит, нет, братан, ты никуда не пойдешь. Проблема у ЕГЭ. Да, все очень серьезные проблемы, потому что выхода в лейт у них практически нет никакого. ВВР-ка это не тот персонаж, которого бы хотелось видеть в серьезном лейте. Да, она может убить. Безусловно, это сильный персонаж с хорошим точечным уроном. Но ты посмотри на секрет, у них Эмбер, который со своими фистами под Эмпауэром скоро будет полкоманды убивать. У них Магнус сквозь БКБ пробивает. Паунтихан со своими треками, мувспидики, мувспидики, дазл минус армором. То есть минус армор и плюс Эмпауэр, ты понимаешь вообще какой буст получает Эмбер Спирит? Не имея вообще на руках ничего. То есть ему вот один дуэлфюр и дали. Магнус, Патрули, прибосит от Эмпауэр, закрывает всех кальболь на ЕГЭ. Валру с панчем только минус, Питер Даггер, Сумаил. Побежал Мизери, получает пауэршот, тот же Юниверс, цепанул Мизери. Будет ли хелпа кайд от Пупея? Есть хелпа от Пупея. И все равно, все равно отбиваются ЭГЭ. Они не просто отбиваются, а они уничтожают Сикретов за их глупейшую ошибку. Магнус сорвался с цепи. Не, Магнус сделался шикарно, но что дальше? Нет. Что дальше? Почему не было там Эмби? Если бы там был Эмби, они бы убили всех. Проблема в том, что ошибся либо Магнус, либо Эмби. Варианта только два. Потому что, ну, нельзя так делать. Это как Энигма, когда прыгает, ну, там в пятеро стояло, а я их стянул, а где вы все были? То есть кто-то обязательно оказался неправ из этой команды, не знаю. Небольшое недопонимание по любому Эмби Никла. Да, был только Мизери рядом. Мизери сделал все в этот реверсполярике. Да, он дал шарды, он вкатился, они забрали очень быстро Виверну. Ну, ну, а дальше что? Был бы там Эмбер, да, было бы больно. Эмбер бы еще связал двух оставшихся, их бы там закопали бы. Но в итоге оказалось как-то все очень странно, и продолжения не было. И ты внезапно понимаешь, что если нету Эмбера в драке, то демиджа-то у команды Сикрет нету. Да, да, именно, именно. То есть весь урон, он заключен в Эмбер Спирите. То есть тут с этим спорить, я думаю, абсолютно глупо. Фишка в том, что ЕГ тоже могут на контратаке ловить, потому что все та же Виверна, скрывшаяся где-то в сторонке, она может вашу тускай Эмбера и Магнуса стянуть в один прекрасный момент, а там уже будет очередь команды ЕГ воевать. Там уже дело техники, да, я бы сказал. Да, ну, заблочила Виверна сейчас спаун. Так, находит Пайлайт, да. Смотри. Ну и Пайлайдай, не Пайлайдай, точнее, ППД здесь умрет, да, его находит. Хотя Сумаил, может быть, это байт, ППД, полетел Чакрам, ну, Виха увозит ППД подальше от тиммейтов и спокойненько его здесь разбирает. Решил Мизери просто пнуть его, говорит, ладно, надоел ты мне. Ну и Эмби пошел в атаку, видит Юниверс, Юниверс, блинкаут, Эмби, есть Сиринг Чейнс, подвязала Юниверс под Т2, но второй раз так ошибаться Сикреты не будут. Ну, Кримсон Гуард такой жирный, жирный Акс получается. У него же Кримсон, Адам. Да, 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 там Фуслав, Кримсон Гуард, Блинк Заггер, полезный Аксевич. Но такой полезный Аксевич, он полезный вот конкретно в данный момент. Со скоро, минут там через 10-15 он уже будет слабым. Ну, через 10-15, да, против Эмбера вообще будет тяжело бодаться, но опять-таки есть расчет на то, что вот этот вот товарищ сможет пилить секстиляр демеджа, но ему придется покупать какие-то МКБшки, еще что-то, он покупает Блинк. Сумаил с Блинком, Артизи с Блинком, Юнивер с Блинком, Зисенги с Блинком. Нет, Блинки с хорошей штука. Тут все с Блинком, у нас 5 Блинков в игре, 6 Блинков у нас в игре, только 7 Блинков в игре. У Дазла нет Блинка, у Виверны нет Блинка и у Баланара. У всех них есть Блинки. Норм, кстати. Да, норм. Так, у нас тут находит Вайлайдая, пытались его заткнуть, но уходит. И Виха, и Мизери, и все остальные тоже разбегались отсюда. Кстати, Фир-то с Аганимом, просто так Мизери уйти не получится, да, его будут убивать. И привет, Мизери. И это очередной фраг для Сикрет. Ой, для ИГ, извините. А вот этот вот Аганим у Фира, он, кстати, очень-очень серьезный буст даст. Потому что, ну, я думаю, вряд ли ожидали Сикрет так рано получить в лицо Аганим и такой маленький Вижен. Ну и понятное дело, что тяжело будет как-то стартовать. Да, есть Баунти Хантер с треками, но мы же понимаем, что треки дают Вижен только на героя, а не на то, что вокруг, с недавних пор. Ну, вообще, Аганим штука достаточно хорошая, да, учитывая то, что у вас большое количество этих самых Блинков, чтобы узнали, куда вы должны прыгать. Там на Эншетах нашли Виху. Так, Виха, проблемы, Агро не успел ничего сделать и Сулэм Данк от Юниверса. Шестой уже в этой игре Сулэм Данк от Юниверса. Пытался, конечно, Виха как-то РП засандалить, но, наверное, не стоило. Почему Сикреты умирают? Роман, вы можете мне объяснить, почему Сикреты умирают? Ох, чуть-чуть не хватило. Слушайте, почему? Потому что по одному бегают. Окей, почему Сикреты бегают по одному? Что они делают? Вот это уже интересный вопрос, понимаешь? Вот надо искать причину, а не... Ну, я понял, а не начинать со следствия. Ну, про очень странно. Как бы Сикреты... Да, они понимают. У них Эмберы не понимают, что в лейте они явно сильнее. Но, опять-таки, этот вопрос может стать очень спорным, если будет один Эмб, а рядом будут идти три пацана, у которых будет там по 18-тысячный Творса. И тогда уж я не знаю, кто будет сильнее. Так вот, главное сейчас Сикретом не перефидить, потому что сейчас они уже... Хорошая фраза, не перефидить. Вот, не, фидить можно, перефидить нельзя. Как раз вот этот самый Space Crating безызвестный. Так, и вот он Смоук, вот Team Secret. С верхней вышки они забегают, и их тут, видите, естественно, не должны были. Они, походу, пытаются найти вот этого сплитпушера какого-то. Главное, беспалевный абсолютно Эмберспирит. Меня говорит, ребят, это крипы сами поумирали. Да, крипы, да, вспышки все. И потом все такие на Reddit тема, о, вы посмотрите, как ЕГЭ спалили их. Да, 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 это не те дроиды, которых вы... Просто крипы сдохли на линии сами по себе. Как-то так вышло. Почему это так? Да, Смоук от Сикрет в итоге был вот такой больше похож. Хотя обрыв, есть РП в артизе, очень много демажа, Артур. И это минус. Ну как же хотели его бить, слушай. Просто все в него всандалили. Ну это правильно, Эмбера не было. Заработали фраг, убили Артура. Это очень правильное решение. По трекам заработали денежек. Все окей, все хорошо. Как бы так и надо делать. Ты два табора можешь добирать. У Эмбера 300 атаки. Артура-то нечем выкупиться в игру. Не, ну сторону-то вряд ли потеряют. Я не думаю, что Сикрет настолько жестко сейчас буду делать. А можно напугать, навязать какую-то драку, чтобы стал страшно ЕГЭ. Чтоб ЕГЭ пошли как-то фидить, что ли, я не знаю. Так, хорошо. Сумаил, ой, опасно, опасно. Сумаил очень опасно привозит его обратно. Сейчас Виха есть ветра от самого Сумаила. Будет ли какая-то попытка степануть? Да, есть шар, есть валовый панч. Сумаила просто развалила. Воу, 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 Илджини, смотрите, что делает Эдвин. На хайгра он пошел. Светлый печь у Долгера. Эдвин, успокойте, пожалуйста, этого Джеки Мао. Смотрите, что он делает? Что делает Джеки Мао? Он хочет убить человека. Он хочет выиграть эту игру. И появляется Артур. Страшно, страшно. Только подвидели немножко Сикрет. Только мы начали об этом говорить. Как подставились два коргероя и Валджиниасы. Да, и вот теперь, я думаю, в ЕГЭ очень серьезно жалеют о том, что не взяли хотя бы одного серьезного и того персонажа. Потому что все вот эти Тимберы, Виндрейнджер, это все не то. Ну, ВР-ка еще может, конечно, если получится поймать под Винтерскертом Энви. Если ВР-ка в него нормально вгрызется, его еще можно будет убить. Безусловно. Ну, главное, его зашейклить хорошо. Ну, опять-таки, нужен Акс, потому что будет Дазл, будет Грейв. Не, контроля типа много, но вот, вот, как раз, да, будет Дазл, который будет помогать переживать. Если Акс где-то немного облажается, то грустно все будет у ЕГЭ. Не знаю, как подытожить. 36-ая минута, и стоит второй Рошанчик. Спокойненько его будут забивать. Здесь скрыты, и Вилджиниусу смогут постараться туда пойти. Но я не думаю, что чем-то хорошим это закончится. Хотя, Смоук, Юниверс. Юниверс, Юниверс бежит первым. И не хватает Юниверсу только на стоящей воронке. Это Паришина, там и Шейкера в руках. Все будет хорошо, но здесь Пайлайдай палит Смоук. Ставит здесь Вард, Виттердагер уже отпрыгнули. Люди так пошел в рейв. Сейчас будет врывается Мидрис, Тумаил, раскастовывает. Какой урод он дает! Юниверсуал! И Рошан кто? Кто? Рейдинг забрали Рошана. Отлично. И Юниверс 3. Неплохо сыграно. Очень круто. Упей! Не улетает Юниверска, если без маны. Но это минус 4 от Эвелджиниуса. Магнус, что ты там забыл? Ты должен был стоять за всей этой фигнёй. Я не знаю. Должен был ловить людей. Вот здесь, вот здесь вот на хайграунде должен быть стоять. Где угодно. Только не в Рошпите. Конечно же, конечно же. Должен был Магнус сам ловить людей. В итоге серьезная ошибка. Как же Сикреты сейчас много потеряли. Очень много. Они выигрывали 6 тысяч голды. Они потеряли абсолютно все, что у них было. Ты посмотри на этот график по XPA и по голде. Это фантастика. Ну Сикреты подарили. Один из многих аутов, при которых ЕГЭ могли в принципе выиграть. Потому что уже было тяжело. Да, да. А сейчас Байбайк Эндвис. Слушай, а сторона не упадет ли? Могут и отдать. Есть еще Глиф, есть еще Глиф, как бы. Но целых 10 секунд до появления хотя бы Магнуса. И Эндвис все равно придется делать байбэк. В этом случае и Евлджиниус отсюда не собирается уходить, пока Джеки Мау этот самый байбэк не сделает. Падает сторона. Падает барак. И начинает бить милишный барак, ребята, из Евлджиниуса. Он 20 секунд не будет, не будет выкупаться с колесом. Есть байбэк. Он байбэкается, он байбэкается и будет возвращаться Сумаила. Поймали, не дали ему далеко уехать. А дальше чем? А дальше чем? Магнус, РП, Вика, куда? Ну, возможно, не критично, хотя нет. Сумаил уезжает, то срезает его Этернал Энви. Ну, ладно. РП, пофиг, куда он его дал, все равно убили. Не суть важна. Но важно, чтобы вот эти ошибки Вики сейчас не ударили по морали. Да, главное по его, да и не только по его. Да, потому что если сейчас начнется какой-то... А ты же в этой игре, он ошибся дважды. Да, вот эти какие-то... Какая-то ругань. Типа, блин, что ты делаешь, остановись. Ну, видишь, Виха, welcome to professional dota. Все, конечно, хорошо, но должен понимать сейчас, да, Марш, что не в каждой игре ему будут давать того героя, которому он хочет играть, того героя, которому он очень хорошо умеет играть. И вот мы видим Магнус. Да, на Магнусе он играл дважды до этого, еще в составе в Балканберрской Орлеоне. И внезапно он идет на пятом месте с конца по Нетворцу. И, ну, непривычно это для Вихи. Мы это прекрасно понимаем. И идут ошибки, и действительно все тяжело. Вот такие вот... Первая карта такого матча может реально стать решающей, потому что собрать перед второй очень сложно. Это все-таки опыт. А со стороны ЕГЭ мы видим пять пацанов, которые, ну, уже настолько опыта накушали за свое время, ну ладно, что мама не горит. О, что-то 15-летний Сумаил-то. Ой, ну прям... Не, ну, 15-летний Сумаил, как ни крути, имеет за спиной уже и Даг, и Интернешнл. Выигранный. Ну да, и еще на этот мажор метит, на самом деле. Да, да, да. Ну, в общем, посмотрим. Опять собираются ЕГЭ под вражеским хайграундом. Они опять будут заходить, понимают, что там вышки нет. То, что можно сейчас просто ломать здание. Глифа нет, вышки нет. Артур, вот этот барак побей. Ну, Артур, ну зачем ты опять месишь вот это? Ничего, ничего, через фокус-файр можно, хотя... Что-то можно. Балрус панч. Артур бегает здесь. Юниверса есть. Ой, Вика, отлично. Вот теперь неплохо. Курсат катились. Энви, братан, что ты делаешь? Там Биверна умерла вообще, не находясь в драке. Поймали Юниверса. Юниверс пытается уйти. Юниверс успеет сделать и балл. Юниверс погибает от Энви. Резать, Энви, резать. И Артизи бежать. Тихо будет догонять. Артизи с блинка покатился до конца Мизери. Будет догонять Энви. Артур. Артур пытается уйти. Блинкдагер скоро будет тут Мизери. Будет Валрус панч. Артур мансует Мизери здесь. Валрус панч не может сделать Мизери связанного Артура. Артур дерется, как Лев. Кать-бок до конца. Но Энви. Энви, остановите ему кто-то, пожалуйста. Я показал Fight Recap. Ну, в смысле, посмотрел. Там слишком много демедж, да? Энви в предыдущем эпизоде нанес 4200 урона. В то время как ближайшие там даже до 1000 еле добрались. Ну, вот он Эмбер, через которого они умеют играть. Вот она связка. То есть, неважно вообще, что там сделал Магнус. Магнус вообще сейчас сыграл классно. РП был замечательный. Там два человека попало в РП. Кажется, один стоял рядом. В итоге Энви там по троим фистами прошелся. Он просто побрил там на лысо половину команды ЕГЭ. Боже, как же работает импауэр. Насколько вообще это круто. У Энви, тем временем, МКБ сейчас появится на Эмберспирите. Но он не будет его пока покупать. Ну, что хочет оставить себе на байбэк. Уже... А, ну-ка, почему? Энви, у тебя же кулдаун на байбэк, нет? У тебя еще 4 минуты, Энви, покупай. Какая разница? Да, и покупает Энви. Крапчик. На 40-й минуте мы, видимо, устанавливают рекорд по ГПМу. На Эмбери, по ХПМу он тоже уже на первом месте. Ну, пока тяжело говорить. По ходу игры ХПМ и ГПМ очень сильно поменяются, как бы. Да, бывали у нас случаи. МКБ у Этернал Энви. Ой, как же сейчас будет больно Артуру. Верка. Я уже вижу, как она начинает гореть. Верка тоже примерно так же, кстати, говорит. Да, и Энви такой сейчас должен в чат написать. Артур, я тебя на эту с... Ну, привел, я тебя с нее и уведу. Ну, что же. Evil Geniuses. 20-20 на 40-й минуте. Какая же офигительная игра. Какой же... Ну, финал такой, как должен быть финал. Никаких выносов. Ну, это первая карта еще. Да, и это только первая карта. И нас их ждет 8 за следующие два дня. Я шучу, Баладай спалил. Увидели. Ой, да ладно, ну куда же он уходит. Ну, скорость кошки, реакция Мангуста. Жень, дай, он заманивает. Они сейчас стрянут. Они сейчас очень стрянут. Пупей согрели его. И сейчас вы, ребята, за это поплотите. Юниверс поймали его, где Эмбер. Вот он Эмбер. Связал. Пошла Курса. Курса не самая хорошая. Курса совершенно, совершенно паршивая, я бы даже сказал. Магнус. По-прежнему живой Пупей, по-прежнему живой Пупей. Он отсюда ушел, выч... Минус Магнус. Ну и что? Эмби, неужели бежать? Эмби ушел. Эмби ушел. Изначально Эмби бросил команду. Эмби, а почему ты бросил команду? Эмби, ошибка от Этернал Эмби. Я не знаю, почему он это сделал. Возможно, боялся за свою жизнь, потому что у него все-таки кулдаун на байбеке. Возможно, не хотел умирать. Но он реально, он самого старта, за ним погнался Сталкер. И все, и Эмби на этом моменте поплыл. То есть он ничего не смог сделать. Ну, во-первых, там Сталкер как бы с Сайленсом, не стоит тоже забывать. Эмби тысячу демиджа нанес за драку. Да, 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 он вообще ничего не сделал. Два блинка нажал, вот мы знаем. Это плохо. Это очень плохо. Эмби, ты имеешь шикарный... Да, мы понимаем, что переживает Джеки за то, что умрет. У него действительно кулдаун на байбек. И в таверне он бы сидел около 80 секунд, и бы полностью хватило на ЕГЭ, чтобы снести сторону или две. Так он хотя бы отспамиться сейчас сможет. Так что нельзя его винить в том, что он убежал. Ну, там, сто процентов, да, его обвинять. Но он ведь мог дать пару критов, там ведь команда ЕГЭ могла и погибнуть. Боже, как же Пэл Айдай по-божески убегал, как же он царил, как же он вытащил всех. Опять-таки заехал Виха в толпу, и пытался там выигрывать премия, давать какие-то РП, еще что-то. Ну, в итоге как-то оказалось так, что Виха дерется, остальных где-то нету, и, ну, собственно, ЕГЭ опять-таки зарабатывает чуть денег. График просто какая-то, я не знаю, и вот она, вот она. Да, в пике, ты посмотри, в пике 5000 голды было преимущество у одного и другого коллектива, насколько ровно идут команды. А сейчас разница просто мизерная. По XP больше 4000 не было ни разу, сейчас 1000. И по-прежнему каждый коллектив может выиграть эту первую карту. Что Evil Genius, что Secret, еще не потеряли своих шансов. Да, идет Envy, а потом 4 героя ЕГЭ. Мы понимаем, что как только Envy в драке нет, Secret'ы рассыпаются как карточный домик. Ну вот, еще раз подчеркну то, что очень сильно все зависит именно от исполнения. Не просто от того, у кого какие герои лучше или хуже, а именно от того, кто в помпаре кнопки нажимает. Такие игры смотреть намного интересней. Ну и вот одна из них прямо у нас перед глазами. 44 минуты игры прошло, 22 на 20. Evil Genius сведут, Secret'ы пытаются опять-таки собраться. Надо топ отпушить. Envy 2500, у Envy байбэк скоро уже откулдаунится. Осталось 20 секунд, деньги на байбэк есть. Покупать пока все равно ничего не будет. Потом вместо банки что-то докупят. Понятное дело, что на этот раз Envy байбэк себе оставит однозначно. У него тревела, у него Ember Spirit в конце концов. Там 4% урона, это вообще что-то феноменальное. Это Бобо. Обычно, да, обычно таких Ember'ов днем с огнем не свищаешь, у которых такое большое количество демеджа. Но Envy в этот раз вообще решил не терпеть. То есть у него на живучесть вообще нет ничего, кроме блинка. Он бьет. Он просто бьет. Или убегает. Два варианта. Ну да, пока так и получается. То, что в одной драке ударил, в другой убежал. Ну, Виха, действительно, в этой игре от него зависит мало. Ему надо дать Empower, ему надо дать, может быть, даже на 2-ой Envy Lotto Soap. Ему надо просто ворваться, кликнуть кнопку, можно руки закинуть за голову и сидеть просто смотри, что происходит. А вот тут тоже немного все спорно, когда давать Lotto Soap. Потому что Магнусу при всем при этом желательно пожить. Или в кого? Ну, скорее всего, в Envy, потому что все строится именно на нем. Кстати, сейчас будет снят Aegis. Очень классный ход от EG. Сигрет почему-то не прочитали вот этот тайминг. Долго думали, долго думали ребята, в итоге стояли на базе, юзнули смоук, но в итоге выходить в лоб не особо-то хочется. Вообще не печалится Envy, он забирает руну, будучи в смоуке, поэтому, видимо, не переживает, что их там кто-то не спалит или не спалит. Знают они, что EG сейчас пойдут толкать вторую линию. Да, EG вообще очень серьезно тут обосновались. То есть у них 2 Вардана Вижн стоят на полмиках, так что к ним подойти очень тяжело незамеченными. Там еще Фирс с Аганимовым, не забываем. Тут Мизери убегает. У Сумаила и у Вихи на данный момент нет байбака. У всех остальных эти самые байбаки есть. Так что готовы будут и EG, и Сикрет в случае чего выкупаться. Ну, 45-ая минута матча. Что же будет дальше? Сикреты зажались. Зажались и далеко идти бояться, но Envy понимает, что можно же пофармить. Сикреты в курсе, что если у них не получится напасть кулаком, как это было в миде, когда они отбились, то их могут раскатить эти всякие мобильные сталкеры, VR-ки, тимберы. За ними задолблешься гоняться, и один Эмир Спирит с ними всеми, ну, банально не справится. Его могут потом поймать. Так что если Сикреты будут нападать, то это будет вот только в ситуации, когда действительно 5 на 5 будет мощный замес. Ну что же, 46-ая минута игры у нас идет. Фир. Да, ну, пересменили вард секрет на этом холмике, поставили свой, сняли чужой. Пайлайдай пробегает. И Фир также подходит, находит Фира, идет вкатывание. А вот это может быть ошибка. Это может быть ошибка, может просто не доехать или доехать, но не туда, мизери. Доезжает, видит Сумаила. 1150 по Сумаилу. Сумаила говорит, блин, пацаны, и 1150 по мне. Ну, пока не слишком-то и больно было, если честно. Не, ну, типа, да, армора очень много, все дела, но все равно 1150, это по одному Сумаилу. Если люди будут стоять вместе, мы прекрасно знаем, что происходит. Есть же все-таки Эмпауэр, 50% клип демеджа, все-таки. Штука-то серьезная, а знаем, что с Баталфьюри-то... Ой-ой-ой, у них проблемы могут быть. Запрыгнул также Артур. Эндрис связали, пошла Курса. Курса бьют тиммейт, излетает Питя Даггер. Ну и Курса была потрачена зазря. Вот в Артурку пошла атака. Артурка, Юниверс, цепляет Мизери. Тут же Виха, отлично. Двоих на хайграунд. По дороге упала Эггес. Юниверс тоже сейчас убьют. Сыр хавает Юниверс. Живет, сейчас появится у нас Артизи. Есть Колден Брэйс на Юниверс. Мизери в БКБ уходит отсюда. Все живы, все здоровы, все сейчас разд***дутся. Да, ЕГЭ не будут драться. Будут драться, секреты! Эндрис пошел, получает ветра. Юниверс, Валрус, Панч. Юниверса надо как-то добить. Улетела отсюда Эндрис. Мизери дерется с Юниверсом. Очередной Колден Брэйс. Купей бежит в Дракусу. Мейл Бармасса. Эндрис, 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 Эндрис. Эндрис, 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 Эндрис. Эндрис, 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 Эндрис. Мы очень много потратили секреты ресурсов. Невероятно много. Да, действительно очень много. Ну вот видно, видно, что Эндрис пока не хватает. Рапира! Дело, возможно, даже не в рапире. В рапире! Ну, не, рапира лишней не будет. Помнишь этого, как его, как его, помнишь? Артеса, Артеса помнишь? Да, помню. Ситуация похожая. Ну, не знаю. Ситуация для секретов сейчас плоха. Мы видели, как они кайтят, как они стараются, как четко делают все в драке. Кайтят сейчас и... Ну да, я имею в виду, что их кайтят, что они стараются, они реально врываются, они цепляют, они держат встания, они... Ну, им все равно не хватает просто физических демджа, чтобы пробить в лицо ЕГЭ. Просто в лобешник ты не можешь их пробить. Ну, просто смотри, Эмбер бьет, допустим, даже скрипит по тысяче. С тысячи со своей он сейчас там никого не убивает. Там, ну, банально у всех слишком много ГКП. Давай, Энви, мы верим в тебя. Давай, 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 Энви взорвит. Ура! Рапирка! А вот это уже интереснее. А вот теперь мы играем в доту. Вот теперь мы играем в доту. Джеки Мао. Финал Мажора. Магнус. 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 Магнус сейчас должен сделать что-то феноменальное. Просто потому, что Эмбера поймать по-прежнему могут. У него ничего нет на бацейф. Ни Ленткинсфер, ни у кого тут нет. А единственный Лотус Орб, там Сулар Крест еще остается. Это все, что есть у команды Сикрет для защиты своего керри с Рапирой. Если Рапиру заберет Виндрейджер, я даже не хочу представлять, что произойдет. Нет, если Рапиру упадет, игра закончится моментально. Ну, у ЕГЭ и Эвл Джиннис из чемпиона мира. Ух, какие же красавчики. Ты посмотри на Фира. Старичок топовый. Суппорт четвертой позиции Найт Сталкер. Кираса, Владмирс, Аганим, Гем, Вейзы, Урна. Да это же просто баланар мечты. Ты посмотри на стату. Ну, 0-1-19. Йо-йо-йо-йо-йо. То есть он действительно не так много дерется, но шорох наводит очень сильно. 19 ассистов из 26 фрагов. И не умирает, что немаловажно. То есть это не просто какой-то бык, который забегает. Это скорее такой партизанский разведчик полусуппорт. Мы видели в прошлой драке, он каким-то образом вообще в спину забежал Сикретом. И там какой-то сайленсит начал наводить шорох. Опять-таки мы же забываем, что Сикретом тяжело драться, потому что они видят просто-напросто мало. Энви в Инвизе. Энви в Инвизе. Энви в Инвизе. Это может быть очень опасно. Там гем у Фира. Уходит отсюда Юниверс. Юниверс, кстати, с агонимом. Стоит отметить этот факт. Энви находит Виверну. И убивает. Хорошо. Два удара. И должен дать ППД сейчас информацию о том, что там Рапира. Ну, о том, что он получил Крит в два раза больше, чем должен был получить. И это действительно больно. Ну и что же. И теперь эта игра становится просто невероятно интересной. 51-ая минута. 26-22. Вторая Рапира на мейджоре. Мы помним, Миракл купил против Веги. Не помогла она ему. А в игре в групповом этапе, в решающей, там, где он Рапиру-то купил. Но с ТП-шится, БКБ-то забыл прожать. Ту игру мы помним все. Ну, где сейчас Вега, где сейчас Миракл, мы тоже все прекрасно помним. Так, подсвечивает сейчас Дазл. Да, Дазл качественно подсветил. Энви! Энви! Вот они фишки с Рапирой-то! Это как-то даже слишком неожиданно больно было. Энви! 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 Цепляет Энви слишком нагло. Может быть слишком нагло. Хочет байбэк. Он в лотусе. Пошел. Энви. Пол-ХП у Юниверса просто оторвало. Энви с блинком, и он знает, что он уйдет отсюда. Юниверс. Боже, Энви. Это просто жесть. Ну, два чакрама. Зайти будет сложно. А заходить нужно. Захиливает последнего крипа Дазл. И, не знаю, там, Граевому спасателю еще что-то делать. Так, Юниверс. Сагрил Пайлайдая. И тут же Балрус Панч должен помогать уже Энви. Здесь проблемы огромные у Пайлайдая. ИХ дал РП. Не дал РП. Он еще даст. Он еще даст. Вот сейчас дает. Никого не может увести. Мизери пытается сделать тэп-аут и делает его. Но Магнус погиб. Энви надо бежать. Энви ушел. Энви ушел уже. Он уже ушел. Он уже на базе. Но, конечно, только что вот эта плюха по Артурке. Вернее, по крипам вокруг Артурки. И самое досадное, что ты понимаешь, что у Эмбера фишка в чем. Если он кинул вот этот дебаф. Ну, это считается как дебаф на тебе. Когда он тебя бьет в фистах. Что бы ты ни сделал, ты все равно уже ничего не увернешься никак. То есть, даже если ты сделаешь тэп-аут во время этого, он тебя все равно на базе ударит. Хекс тем временем у Юниверса. Боже, какой натурар. Вот он, вот он контроль. А там ведь нет ничего на спасение. Если Энви поймают, это похороны будут. Скорее всего. Балантихантер собирает Линкен сферу. Но, может быть, просто слишком поздно. Если Юниверс все сделает правильно, то как же? Да, Санна будет Сикретом проиграть в этом матче. Но они эту игру, да, они эту игру и так, кажись, проигрывают. И проигрывают ее, в принципе, без вариантов, да. Но есть надежда на Энви. Так что тут, скажем так, ЕГО могут даже... Да, 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 да. И мы уже видели, как это, как это больно. У Артур уже прочувствовал на своей штуке. Энви, в руках у тебя две рапиры. Почему в бэкпаке у тебя одна, Энви? Мы не понимаем. У тебя должно быть две рапиры, Энви. Я думаю, Энви знает. Смотри, куда полетел. Где денег надо побольше. Смотри, куда полетел Энви. Боже, какой наглый. Ну, он все четко делает. Он понимает, что есть правила. Можно линии хорошенько отпушить и не давать. Не давать ЕГО возможности даже подойти к твоему хайграунду. Слушай, тут будет драка. Возможно, последняя. Фир находит команды. Петра Дагера. Надо убить. Петра Дагера сбрила просто в секунду 1939. Вылетала. Привет, Петя. Юниверс очень больно. Юниверс приехал. Виха. Виха, Виха. Ты смотри, забрали к Стаси Юнинерса. Свиньи друг на друга хрюкают. Там РП Сумаила, Мизери жив, Фир жив и уходить к секретам надо. Уходить, уходить, уходить. Сумаил ловит Мизери, убивает. И Петя тоже будут ловить. Фир идет за ним. Файлайдай, Файлайдай. Сюда уже вряд ли уйдет. Сейв нужен, сейв нужен, сейв нужен. И Петя под Сайленс. Да, под Сайленсом. Фир. Фир прекрасно видит этого Дазла. Коварнейшего. Какая игра. У Эммера 5000 на руках. Может быть. Не хватает. Вторая нужна. Вторая нужна тут без вопросов. Байбэк тут не нужен. Если ты умрешь, все равно игра проиграна. Ну да, тут все равно тут Рип и Пис. Пошел Фир. Видно его, конечно же. Вообще без печали Фир бежит. На Пупея. Пупея заманивает на себя. Магнус уезжает. Хотел кого-то надурить. Фира хотел с собой вести. Да, да. Что? Надо продавать Даггер Эмви. Потому что скоро придется драться. Да вот непонятно, что тут продавать на самом деле. Тут все нужно. Реально все. Ну Даггер, да. Даггер, кажется. Или Тревела. Вот Тревела, возможно, стоит просто выложить на время замеса. Может быть, да. Может быть, выложить стоит Тревела. А потом, в случае чего, если надо будет пушить, выложить Даггер, забрать Тревела. Нифига непонятно. Блинг. Тревела, Тревела, блинг. Просто Тревелами ты сможешь хоть за кем-то тут угнаться. С другой стороны. С другой стороны, драка, она все равно будет как-то так в одном месте сбита. Байбеки есть у всех секретов и ни у кого из ЕГЭ. Это может быть важным моментом. Я уже не выключаю Байбеки, потому что там ТП купил зачем-то. Суд, нашли Пупея. Нашли Пупея. Будет Сайленс и Пупей. Живет. Можно отсюда не уйти. Нет, живет. Живет. Плаз залетел. Будет ли хилпат. Пир побежал. Шекел отличный по Вихе. Сумаил режет Виху. Два Чакрама. Виха. Виха дал РП от Сумаила. Умирает все-таки Виха. Пошли фисты. Первое место мало. Мизери убила. Мизери тут же. Виха тут же делает байбек. Будет ли ответка от Энви. Будут еще фисты. Будут еще фисты. Будут еще фисты. Это был Баланар, ребята. Пайлайдай забрал гейм. Тут же Петя Даггер пытается жить. Вот он Энви. Вернулся. Юниверс вытягивает Энви на себя. Там Лоту Сорф. Энви. Энви бьет Юниверса. Юниверс очень больно. Юниверсу еще и Рошан. Энви за ним. Энви за ним. Энви. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Боже, я сейчас тут просто закончу все. И Рошана можно забирать. Он просто напрашивается. Это же Аэгис. Аэгис. И вторая Рапира вместо Тревеллоу. И идти заканчивать. Я не знаю. Да, вот они Тревеллоу ушли. Запасная Рапира на базу. Это реально круто. Смотри, Тревеллоу выложил. Забрал Аэгис. И боже, как начинают зал орать Секрет. Секрет Энви. Да, вот она и Гида. Бояться того, что ты потеряешь Рапиру уже явно не стоит. Продается или не продается второй даггер. И покупается ли Рапира? Нет. Энви пока пробегает мимо магазина. Ничего не хочет делать. Вторая Рапира должна положить на базу. С Т4 упала. Да, одна из Т4 уже разрушена. Как бы время ведет пока не в пользу команды Секрет. Хотя тут уже с какой стороны посмотреть. Потому что видим, что явно с контролем. Пока немного не заладилось у ЭГ. Слишком много сумбура было в предыдущем замесе. Не смогли они отконтролить Эмбера. Зававный был момент, когда висел лотосорб на Эмбере. И просто две овцы бегло друг на друг. Или две свиньи друг на друг отрюкали. Две свиньи, да, да. Но уверенно. Это знаешь, это вот Киров Репортинг. Да, да, да. И медленно, медленно, медленно. Вот сейчас Энви может немножечко ошибиться. Он слишком далеко от тиммейтов. И надо быть осторожным. Нужна команда Секрет быть только вместе. Байбэк есть у Фира. У всех вот так байбэков нету. У Энви тысяча демиджа с руки. Мы не забываем про Баттлфьюри, который дает ему еще больше демиджа. Фи, боже, Пупея, терно. А Трэвела, кстати, у Пупея в векпаке. Он их не продавал. Трэвела Пупея носит с собой. Не, ну правильно, правильно. Не стоит продавать. Конечно же, конечно же. У Энви есть пару историй, связанных с телепортами. Да, да, да. У всех есть пару историй, связанных с телепортами. Прошлый Интернешнл вспоминаем, да, и много турниров вспоминаем. Клауд Найн, НОТП. Да, и Секрет начинают осаду. Главное сейчас для ЕГЭ вести качественную позиционку. Да, остается Вард, залетает Сигил. Все равно мало видят Секреты. Ну, все-таки хотя бы сейчас день, да, будет ночь. Вы сами понимаете, что происходит, когда ночь. Ночь уже будет совсем, совсем скоро. Выцепили Мизери и Юнирс. Надо отойти. Главное, не фокусировать свое внимание на этом товарище. Просто потому, что будут проблемы. Тавр почти упал. Поймали Мизери и Мизери убили. Ну, теперь надо уйти. А, все, а там Крип палит, Крип палит, просто висит от Движ. Сумаил будет прыгать, подпадает на Пупе. Есть, Свинья. И Сумаилу сейчас в ответочку будут. Нет? Нет, забили. Эмбер Спирит убивает Винтер Вивесл. Просто со спины. А, он просто со спины разочек прыгнул. Еще одни фиды сейчас будут, через секунду. Пупе и по-прежнему живой. Прыгает там Тибри мне Пайлайдай. Цепляет у нас Юниверс. Очень больно Юниверсу. Тут же Магнус цепляет дальше Юниверса. Эмби! Эмби! Нет байбека у Юниверса. Нет байбека у Пи-Пи-Ди. Боже, как же Пупе закатил на себя двоих. И пешком с муспидом 310 идет смерть команды. Они ума подсвечены. Сумаилу везли. Сумаилу один удар. Сумаилу второй удар. Сумаилу третий удар. Трипл ки-ксер на Лэдви. И есть блин. Он может просто прыгнуть сейчас и попробовать напасть. Он идет не здесь. Артизи уходит от Сенви. Больно, больно. Очень больно сейчас Эмби. Зачем еще две стрелы долетает. Эмби понимает, что МКБ у него нету. Артур может от него прятаться. Реально может. Артура надо остановить. Артур не должен быть в Бендране. 45 секунд есть без Юниверса. Ладно, нет вообще Магнуса. Но у него с другой стороны есть Цирр. Так что, скорее всего, он прямо сейчас свой фанхалл. Сейчас Мизери прилетит. Сейчас прилетит Мизери. Этернал Эмби битый. И очень ему нужна помощь. Добивает Тавр. Сумаил ловит Этернал Эмби. Текст на Эмби. Да ладно, неужели он получит сбрить? Там Эгидо. Там, во-первых, Эгидо. Во-вторых, не так легко его сбрить. Так, Барак. Нет, Эмби куда улетел? Боится Фира. Ой, Пупея опять бросили. Пупея бросили. Ну, на этот раз окончательно бросили Пупея. Хотя просто Пупея бежать. Слушай, ну он сейчас опять на себя просто закатит всю эту движуху. Ловить, ловить, ловить. Сумаил, Сумаил, куда же ты идешь, братан? Что же ты делаешь? Сумаил пытается улететь отсюда. Будет ли его догонять? Да, вот он шар будет, Манус Панч. Вот он Манус Панч. Эмби! Даглкилл с одних вестов. О, мой бог. О, мой бог. Он дальше идет. Он идет дальше. Вот он подходит медленно, уверенно подходит. 310 этих нуб спида, и Эмби просто идет. И падают бараки. Ну, понятное дело, тут пофиг, какой барак бить, потому что такое количество демэджа у Эмбера, это забей. Просто по барабану. Эмбер, как же больно он только что сделал. Без Сумаила 56 секунд. Есть сидел, шейкал. Эмби не связала. Вся команда должна защищать Эмби. Вся команда. И продолжается скандирование секрет. Падает Эмби. Эмби вытаскивает его. Здесь же Артизи. Получает Артизи The Real Blade. Эмби по-прежнему жил. Скатывается Эмби. Есть РП. Эмби. Эмби живой. Эмби живой. Эмби продолжает убивать людей. Позбрасывает воздух Юниверса. Есть байбэк. Два байбэка есть. Надо уйти секретом. Не хотят. Да, они просто шрежут. Через фирсу за счетки. Ну да, Эмби. Эмби улетает отсюда. Юниверса надо добить. Фисты, 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 наготове. Некого фистировать. Не хочет, не хочет. Хотя пешком. Просто идет пешком. Изъято. Регенца на ФУХП. Сейчас Стерна Ленви. Это будут мега пипы. Скоро всего хотят. Ступают. Сикрет не добивает последнее здание. Там уже погибает Мизери. А почему? Почему же они решились-то? Они же без Акса. Они же без основного контроля. Пайлайдайд заходят. Пайлайдайд тоже умрет. Он умирает. Но там есть байбэк. Там столько денег заработали, что без байбэка вообще никто не бегает. Да, и Пупей тоже умирает. Ол ин. Ол ин должен быть от ЕГ. Ол ин от ЕГ в мид. Просто ол ин должен быть 13200 у Энви на руках. Он покупает тревела. Одни тревела у Пупея в бэкпаке. Или это не Энви тревела? Может быть это не Энви. Это не важно. Вторые тревела. Это все не важно. У Пупея? Да, у Пупея Энви тревела. То есть Энви покупает вторые тревела. Энви покупает БКБ. Он стоит ПВП билд. Это БКБ. Что он продал? Он ничего. Он тревела точно также выложил. А тревела выложил. Да, у него просто запасные тревела. Двое тревелову Энви. Двое тревелову. Он очень не хочет попадать в клуб Пайката. Проигрывать игру, имея больше 10000. Поэтому он просто тратит деньги. Да, он начал покупать разные яростные вещи. Еще БКБ у Вихи. Хотел я пошутить про тайминговые БКБ. Но сейчас это действительно правда. Сейчас эти БКБ могут настолько сильно изменить ход сражения. Потому что до текущего момента ЕГ безнаказанно кидали хиксы. Шеклы. Еще что-нибудь там. Сейчас начнутся серьезные проблемы. Если, конечно, можно назвать несерьезными проблемами убийства всей команды с одних вестов. Ну, ладно. Ну что же. All in. Last chance для ЕГ, мне кажется. Потому что если они сейчас не смогут продавить секретов, либо даже не продавить, а снести как-то все Мизер. Мизерри подставляется. БКБ уходит. БКБ не будет. Есть Линка. Есть Линка. Как же это важно. Есть Линка. Все-таки мы говорили о том, что может не успеть Пайлайдай. Успел. Выиграл ему Энтернал Энви это время. 19-2-9 Энви. 660 крипов убил. Линка, Лотус Орб. Я не знаю, как его можно взять. Я тоже не знаю. Прыгает Энвера по шлейпистой по крипам. Но вы понимаете, что по крипам там вообще забей с Баттлфьюри. Там сикстиллиард дэмэджа. Не, ну ты еще урона. Неплохо, неплохо. Две с половиной крит. Ну что же, крипы. Тем временем подпушивают эту линию. Вы понимаете, что для Энвера с тревелами это вообще не проблема. Ой, в смоке. В смоке выходит Team Secret. Что они вообще творят? Энви. Они просто выходят. Готовы. Самаил. ЕГЭ тупо не готовы. Боже, что делают секреты. О боже, это тот самый The Play с International 2. И им только надо зайти. Нет, они не хотят. Боже, сейчас все закончится разменом тронами. Серьезно. Все закончится разменом тронами. Залп, слушай. Энви вообще на базе один. Там сейчас Т4 просто упадет. Т4 падает. Но ЕГЭ догадывается, что что-то здесь неладное. Находят они Энви. Фир все видит. Фир все видит. Слушай, там могут сейчас других поймать. Могут поймать. Пайлай дай. Пупея, Пупея видят. Пупей просто бежать. Бежать. Пайлай дай здесь. Токнули в другую сторону Пупея. Ой, Шекл по Атуру. Отлетает Лодус. Очень тайминг. Сумаилу подсвязали. Хигфеон Мизери. Мизери за Сумаилом. Сумаила будет подбрасывать. Сумаила спрятали сразу в Golden Braids. И пошла, возможно, решающая драка игры. Магнус здесь. Ушел Сумаил. Заплевывает Петя Даггер. Уходит отсюда Питер. Да, нужно срочно сваливать Юверни. Юверно пытается уйти. Магнус не догоняет. Куда, 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 Вихо, куда? Там мега-крепы сейчас будут. Там просто будут мега-крепы, потому что уже несется. Нет, Сумаил Дефицца. Сумаил Дефицца. Сумаил Дефицца. Здесь Т4 почти упала. Единственное, что этой игре Роман не хватает. Это полноценного размена тронами с 1 хп оставшимся у одного из тронов. Да, да, я хотел, хотел уже вспомнить про эти вещи. Но я не думаю, что в таком матче у нас дойдет до подобных вещей. Ну, по крайней мере, воевать против Эмбера с двумя рапирами и косарем урона тут тысячи не наберется у всей команды ЕГЭ, суммарно. Вообще никак. Полетела курица. Энви хочет что-то еще купить в лесу. Неужели третья запасная рапира? Скорее всего, да. Надо покупать третью запасную рапиру на случай, если ты уронишь первых две. Надежда все равно будет. Энви, третья рапира? Нет, это Муншард. Конечно же, мы забыли про Муншард. Который, в принципе, нафиг не нужен, потому что с руки у них нет. Это зашли Пайлайдай. Но Пайлайдай умрет. Нет, Пайлайдай. Еще один кустал. О, же, как его выталкивают. Это просто грязь. Фир. И они погнались. Они погнали. Шекел сбивает. Там линка у Пайлайдая срабатывает. Боже, это какой-то вообще next level Dota. 66-ая минута игры идет. Рошан стоит. Рошан, на самом деле, вообще уже нафиг никому не упал. Да, да. Это лишняя слоты. Четыре секунды времени, которые ты будешь воскрешаться, вся твоя команда уже давно умрет. Ну, ты знаешь, такому герою, например, как тусик, он бы неплохо бы помог. Ну, да, ну, вот этим бомжам, в принципе, да, да. Для бомжей это норм. Которые будут просто вваливаться и, ну, второй раз появляться. Это действительно хороший артефакт. Но для коров это уже бабуза. Да, это не имеет смысла абсолютно никакого. Тривола второго уровня появляются у NV. Ну, надо на что-то деньги тратить. Мы помним, что у него есть еще одни тривола первого уровня, которые просто лежат на базе. Он просто забыл, когда покупал вторые тривола. Все разбегаются. Энви нажимает БКБ у себя на базе. Ой-ой-ой, вот это вот серьезный мисклик БКБ сейчас, кстати. Целую минуту у него не будет БКБ. Ошибся он. Еще и тривола делала на крипа, а крип умер. И прям очень плохо. Ну, прям, прям, да, прям два мисклика. Да, третий рапира лежит. Там третий рапира то, что лежала, мне сказалось. Я вижу, 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 вижу. Где она? Она в курьере где-то. Нет. Нет? Это он выложил рапира на секунду. А, понятно. У него две рапиры, у него за ним БКБ будет летать. У него БКБ будет просто летать за ним в курьере. Начинается вот эта семислотовая дота привычная нам. Типичная семислотовая дота. В общем, он пока убивает Рошана Сикрет. Энви даже внимания особо не обращает. Он включается, конечно, к убийству. В принципе, он выложил БКБ. И у него будет Аегис. Он все-таки берет Аегис. БКБ выложил. Рапира решил сохранить. Да, но это логичнее. Да, это абсолютно логично. Ну и курьер за ним. Милика будет, если он не успеет вложить в себя БКБ и нажать его. И его просто нажрут с потрохами. После травелов ты имеешь... Ой, после потери Аегиса. После потери Аегиса, да. Ну, да, это будет милика. Курьер просто летит за ним на холде. МКБ. МКБ. У Артизии, смотришь на эти нетворсы, просто как-то смешно. Конечно, Сумаил не слишком сильно отстает. Он всего на 5000. У Сумаила там просто 6 полноценнейших слотов в супер-мега-убер-лейте. Да, последний барак в живых. Ну, тут, если честно, мега-крепы уже тоже не особо являются проблемой. Что для Сумаила, что для Артизии, что для Сикрет. В принципе, пофиг уже на эти мега-крепы. Ну и что? И будет сейчас падать последний барак. Да, падает последний барак. Пушит Пупей. Пупей толкает линию просто. Враг трепещит. Ворвались. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Этернал Энви. Какой блин? Хекс на Виху. Ну, Виха будет жить. Жить будет жить. БКБ, Виха. Рана, БКБ нажал Виха. Энви. Катились на Питера Даггера. Питера Даггер пытался зайти в спину. С Питером Даггером разбирается. Сбили линку. Энви начинает резать. Энви ментально сбривает его. Помоил. Сейчас будет вторая жизнь. Юнивер, начинай. Не будет Артура в игре. Артура не будет. Энви фесты дает. Энви очень-очень-очень много фесты. Еблежит обратно. Еще, еще по Энви покажем. Молодцы. Энви вложил. БКБ странит. Еще два удара. И это будет минус Юнивер. За три игрока. И в Евтаверде это ГГ. Это феноменальная игра. Зал просто ликует. Это просто какая-то феноменальнейшая игра от Энви. Который после потери Эггиса все же вложил в себя БКБ. И вот он через покажем. Ты посмотри на секретов. Боже, это одна из лучших игр в истории Доты вообще. Ну, в плане накала страстей безусловно. Вы посмотрите на этот зал. Видим, там сзади аналитики английские тоже хлопают так же, как и мы.